Роман, здравствуйте! Громадное спасибо, что нашли время. Приветствуем. Приветствуем. Привет. Роман, скажи, пожалуйста, а зачем вообще Суровикина, учитывая то, что это человек-мем в плане публичных выступлений, как минимум, зачем его выпустили в публичную плоскость? Ну, с одной стороны, понятно, чтобы потом навесить всех собак. Но с другой стороны, сдали Херсон, бежали от украинских вооруженных сил. Ничего, Суровикин на месте. Зачем выпускают в телевизор, как говорили раньше? Ну, давайте, вот мы смотрели вот эти вот кадры, когда Шойгу согласился с Суровикиным о том, что они выходят, как они говорят, с российского города Херсон. Здесь тоже абсолютно технологичная вещь, потому что такие решения в российской армии принимает президент, как верховный главнокомандующий, то есть Владимир Путин. Но здесь они играют в эту игру, сделать из Путина парня в белом пальто, который ныряет за амфорами и летает со стерками, и, в общем, там, где Путин, там победа. Там, где Путина нет и какие-то нюансы на работе у российских военных, тогда должен быть Суровикин или Шойгу. Значит, там же такие очень сложные процессы идут. Вот сейчас одна из таких тем, которая обсуждается в российском интернете, они пишут о том, что, ну почему кадыровцев сделали героями этой войны, потому что они в заградотрядах на третьей линии и, в принципе, особо-то в боевых действиях непосредственно не принимают участие. То есть, а мы помним, что Рамзан Ахматович, он снял до этого генерал-полковника Лапина. Кстати, он тогда еще был генерал-лейтенантом. Как только снял, так и сам тоже стал генерал-полковником на день рождения. Владимир Владимирович ему присвоил новое воинское звание. Я к чему это все веду? Что вот эта вот война, она абсолютно управляема телевизором. Если завтра они скажут по телевизору, тот же Суровикин, о том, что мы уходим из Украины, потому что мы уже всех здесь победили и вообще все хорошо, то если кто-то думает, что какие-то там на болотах войн начнется, то это ошибочное мнение, освободят вооруженные силы Украины завтра Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар, тоже вообще никаких моментов не будет. Ну, кто-то там обсудит, что вот НАТО везде, там еще там что-то. Ну, они найдут слова. И в этом, наверное, смысле это самое главное, что вот война-то вообще смысл ее непонятен. А Армагеддонович вот этот, у них у всех одинаковая тактика. Они же, ну как, они назвали это своей территорией и уничтожают всех, кто там живет. И очень странно, получается, они говорят, что это один народ, и если это один народ, то вроде как стрелять нельзя, а они делают совсем по-другому. Ну, то есть, где логика, это не Россия, в общем. То есть, мы имеем дело с очень управляемой, вот этой, пока еще управляемой ненавистью. Рома, ну, Суровикина, похоже, очень похожа судьба Слапиным, о котором ты только что говорил. Судя по всему, они умеют только то, что, только и умеют, что забрасывать противника ракетами. Путину он обещал Бахмут. Зная привязанность Путина, маниакальную, к датам, грядет Новый год. Там уже недалеко и до годовщины начала, как они говорят, специальной военной операции. Когда уже все-таки повесят всех собак на Суровикина, сколько ты ему даешь? Я вопрос бы, наверное, так не ставил. Тут, во-первых, дат очень много, тут и столетия из Советского Союза. Да, это, главное, болезненный вопрос Владимира Владимировича Путина. Мстительный маньяк настолько увлекся историей. Да, это именно так. Поэтому, получается, вот, если ты анализируешь эту ситуацию, то кадровые назначения и изменения, они не сильно зависят от ситуации на фронте. То есть, давайте вспомним, что произошло с генерал-полковником Лапином. Его раскритиковал Рамзан Кадыров за то, что они бежали под натиском вооруженных сил Украины с Харьковской области. Купинск освободили, Лиман, еще ряд городов и населенных пунктов. И это было все очень плохо. Его называли каким-то предателем, что он никогда не появляется даже на линии фронта. А в данном случае, получается, они ушли из главного своего завоеванного города. Это все-таки единственный областной центр. И ничего, и вот он герой. Я просто говорю о том, что здесь оценка в российских реалиях, она не базируется на каких-то успехах. То есть, главное, чтобы нравилось Путину. Вот пока для маньяка картинка в его экране насилия абсолютно удовлетворительная. Люди умирают с двух сторон. Дома горят. Ему это нравится. Не знаю, докладывают ли ему о том, что все чаще они начинают гореть на российской территории. Этот процесс будет, очевидно, продолжаться. Вот я не знаю. Но, с другой стороны, Путину же он никого не жалко. Он готов реально воевать и до последнего россиянина, и до последнего украинца. Это тоже нужно осознать. Ну, это, кстати говоря, о Путине. Роман, очень хочется с тобой обсудить этот момент. Итак, в день очередного ракетного обстрела Украины Путин посетил военный штаб. Как говорит пресс-служба бункерного правителя, хотел бы выслушать, что Путин обратился к своим военным, хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных планов. Слушай, скажи, пожалуйста, а зачем было вообще это совещание? Все мы видели эти ретушированные красивые фотографии. Опять-таки, театр. Настоящий театр. Не боевых действий, а площадной дешевый театр. Что это было? Это, мне кажется, игра в Сталина. Иосиф Ивасарионович. Ивасарионович. Да, спасибо. Он тоже любил работать по ночам и приглашал генералов к себе. Вот здесь, очевидно, что-то подобное. Но вот эта фраза, среднесрочная перспектива, это говорит о том, что они готовы воевать. И вот война не закончится ни завтра, ни послезавтра. И может быть, нет вот этой вот цифры, после которой россияне начнут себе задаваться вопросами, а зачем все это нужно? То есть, она, очевидно, есть, но тут еще все связано с экономическим положением непосредственно в России, с устойчивостью пропаганды. Очень масса пунктов. Но вот я просто думаю, что нам нужно, вот здесь, в Украине, исходить из того, что все это тяжелейшее испытание, которое мы обязаны пройти. Но мне, например, на этом мероприятии, я смотрел сайт Кремля, там фотографии, то есть, они за столом сидят вместе, а на фотографиях нет ни одного фото, где Путин с генералами. То есть, он уже отказывается с ними фотографироваться. Я думаю, что, зная, как бы, вот эти вот их реалии, это как раз и делается для того, что если что-то пойдет не так, ну, и погибнет еще какое-то, какое-то большое количество российских граждан, российских военных, а это так и будет. Нью-Йорк Таймс говорит о том, что Путин, по данным их источников из окружения Путина, что он готов и 300 тысяч еще положить. Почему-то такая цифра прозвучала. А Залужный, главнокомандующий украинской армии, говорит о том, что, ну, около миллиона у Путина в запасе еще есть душ. Так что количество жертв может быть очень большим. Конечно. Ну, в нашем случае, видите, у нас все как-то после слов Залужного как-то тут даже кто-то испугался, запаниковал или еще что-то. Ну, вообще-то, он сказал те же вещи, которые очевидны. Ну, да, возможность наступления с Белоруссии, оно есть. Если сейчас кажется, что это маловероятно, но ситуация, она же движется. Фронт, он не статичный. Российские мобилизационные и вообще военные ресурсы, они постоянно перемещаются. И, как мне кажется, главный посыл командующего Украины был в первую очередь нашим партнерам и гражданам нашим тоже. Партнерам давайте оружие, а гражданам, что вот эти вот шапкозакидательские настроения, они не совсем правильные. Ну, в части, знаете, у нас же есть там, мы там любим поразмышлять, там еще у них осталось ракет на два-три массивных залпа. Мне кажется, мы не должны вот так вот, ну, искать в этом какое-то утешение. Потому что это значит, что те ракеты полетят на нас, а нам это совсем не надо. Роман, а скажи, пожалуйста, вот если ты уже затронул тему Белоруссии, в понедельник, насколько мне не изменяет память, Путин планирует, да, посетить Беларусь. И вот по этому поводу напрашивается вопрос. Он-то вроде бы с Шойгу собирается туда лететь. Естественно, все говорят, что будет додавливать Лукашенком в контексте того, чтобы и белорусская армия вступала в войну, официально имея в виду. А зачем туда лететь для этого? Показательная история? Может быть, дело в том, что Александр Григорьевич после смерти Макея всячески лично отказывается от поездок в Кремль. Вот давайте вспомним, раньше он раз, и уже где-то или в Сочи, или в Кремле у них там какие-то переговоры. Я думаю, что сейчас вот на данном этапе понятно, что вся белорусская территория, она будет отдана, по-прежнему будет принадлежать российской армии для того, чтобы наносить удары по нам. Но, очевидно, они что-то подпишут, мне кажется, касающее того, чтобы вся белорусская промышленность, ну и в первую очередь военная, работала на обеспечение российской армии. Ну и, очевидно, а белорусы, да, сами на войну их отправлять самостоятельно не будут, наверное, тут кто его знает. Но обеспечение, то есть военная подготовка, работа инструктором, то есть такой пионерлагерь для российских оккупантов, наверное, там все-таки будет существовать и далее. Ну, меня по теме визита Путина в Беларусь, а не наоборот, да, не то, что он вассала к себе вызывает, а сам к нему летит, еще удивляет и умиляет вера Владимира Владимировича в белорусское ПВО. Ну, поживем, увидим. Спасибо, Роман, за этот разговор. Роман Цымбалюк, известный журналист и блогер. Подпишитесь на YouTube-канал Романа, там очень интересно. Спасибо, Роман, всего доброго.